В эфире выпуск новостей в студии Ирина Минаева. 2014 год выдался непростым во многих отношениях. Всех коснулась война на Донбассе и падение гривны. Кошельки украинцев заметно истощились, а вот цены наоборот продолжают расти. По данным статистики, только в Одесской области за год цены на товары и услуги выросли более чем на 27%. Цены выросли, по данным Пресс-службы Главного управления статистики в Одесской области, на продукты питания и безалкогольные напитки. Хлеб, макароны, изделия и мясо подорожали больше чем на 20%. Яйца на 50%. Рыбные продукты стали дороже почти на 40%. Значительнее всего цены изменились на фрукты в полтора раза. Меньше всего на масло всего на 10%. Это статистика. Одесситы же убеждены, что почти все продукты подорожали вдвое. Выросли, конечно, основательно. Если в процентном соотношении, ну мне так трудно, ну, наверное, процентов на 25, а то и 50 по разным показателям выросли. На молочную продукцию, на сыры, на йогурты – это то, что вот так очень заметно. Ну, в общем-то, и мясо тоже подросло в цене конкретно. Цены продолжают расти ежедневно, сетуют одесситы. Не остаются в стороне и товары первой необходимости. В течение недели цены растут очень значительно. Буквально, наверное, на некоторые товары даже процентов на 10 в течение недели. Яйца подорожали, крупы очень сильно подорожали. Рис сейчас стоит порядка 20 гривен, а до этого он стоил чуть больше 10. Хлеб подорожал. Черный хлеб, обыкновенный черный батон 5 гривен она стоит. Мясо уже под 90 подходит. Мясо значительно подорожало. В первую очередь в сложившейся ситуации, что, естественно, страдают пенсионеры. Многие из них вынуждены будут отказаться от привычных вещей, чтобы суметь прокормить себя. 1100 рублей пенсия и половина практически уходит на коммунальные услуги. Придется, наверное, отказываться от кабельного телевидения, от телефона, еще как-то сокращать расходы. Горожане рассказывают, что за прошедший год расходы на питание увеличились вдвое. И теперь большую часть их бюджета съедают расходы на еду. Больше, чем 60%. Потому что у меня два мужчины, которые работают. Каждый день надо давать что-то в торбу, положить, кушать. При этом у жителей региона снизились реальные доходы. Так, например, заплата жителей Одесской области в ноябре 2014 года была меньше, чем в ноябре 2013 года на 5,7%. Не менее удручающая ситуация и в фармацевтической сфере. По данным статистики, за год лекарства подорожали почти на 50%. Цены увеличиваются на все препараты без исключения, вне зависимости от их производства. Как сообщают специалисты, отечественные лекарства в большинстве делают из импортных субстанций, стоимость которых привязана к так называемой твердой валюте. А это значит, что украинские препараты с падением гривны увеличиваются в цене. И вновь первыми такие изменения ощущают на себе пенсионеры, которые со своей мизерной пенсией просто не в состоянии угнаться за аптечными ценами. А ведь для большинства из них лекарства жизненно необходимы. Очень кусаются. На что кусаются? На все абсолютно. От давления, от этого самого мужа, от сердца нужно. И брату нужно от легких. Такие цены, что не докупишься ничего. И с каждой неделей все больше и больше и больше. Приходила, брала, вот в августе брала препарат от давления. Стоил 74 гривны. Сейчас 234. Не его пить до конца дней. Ежедневно. Даже банальная простуда, сетуют одесситы, теперь обходится в копеечку. От кашля, от простуды очень повысились цены. Мы в этом году болели, трое человек, да, муж, жена и ребенок. Тысяча гривен ушло. Это так, легко. Ну так, что они, ну там, сиропики, таблеточки легенькие. Тысяча ушло. Но обычно просто на трех человек. Одесские фармацевты рассказывают, сегодня все больше горожан переходят на более дешевые препараты, так называемого старого поколения. Но даже в этом случае, жалуются одесситы, цены все равно кусаются. Да нет сейчас дешевых препаратов. Я, мне выписала врач, для поджелудочной стоит 295 гривен. Потом мне нашли уже там более такой препарат пониже. Тоже 177, 20 капсул, 20 капсул, 177 гривен. Сейчас стараешься уже что-то украинских производителей, но это если ты знаешь наверняка этот препарат, тогда ты спрашиваешь, аптеки их не предлагают. Ситуация плачевная, сетуют одесситы. Что будут делать дальше, если цены продолжат так активно расти, горожане боятся даже представить. Сложные экономические условия сегодня требуют и от власти новых подходов к формированию доходов местных бюджетов и их распределению. Кто способен дать рецепт выживания? Об этом после новостей в программе «Тема дня» депутат Одесского областного совета, заслуженный юрист Украины Валерий Лакайчук. Мы должны расписать бизнес-план в своей области. Если будет писаться этот социально-экономический план развития области, я бы хотел, чтобы зашли интеллектуалы, институты, предприниматели и писали этот план. Будут ли рабочие места, какая будет социально-экономическая обстановка, сколько мы можем помочь старикам или малоимущим. Но это должен быть реальный план. Я не хотел бы, чтобы писали одни департаменты. На смену снежным дням и морозам пришли ясные солнечные дни, однако дневную оттепель сменяют ночные заморозки. Неочищенные пока от снега тротуары превращаются в катки, из-за чего количество уличных травм в Одессе остается достаточно высоким. На 700 выездов в бригад скорой помощи сегодня достаточно много приходится случаев уличного травматизма и переохлаждения, говорят врачи. Было обращение 718, выезда было 780 за последние сутки. В основном это были уличные травмы и переохлаждение. Имеет место гололед. И, конечно, увы, люди из-за этого страдают. Часть пострадавших от погодных условий даже госпитализированы. Что касается пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, то, несмотря на температурные перепады, говорят в скорой, больше вызовов к этой категории больных не стало. Часть нагрузки на бригады снял и круглосуточный консультативный центр, действующий при станции скорой помощи. Работающие здесь медики прямо по телефону способны проконсультировать обратившегося и по возможности помочь ему стабилизировать ситуацию со здоровьем без выезда скорой. Что касается травмопунктов, то здесь количество обращений остается на обычном для зимнего сезона уровне, сообщает городской департамент здравоохранения. 13 января 2015 года в городские травмопункты обратилось 64 человека. Из них 13 человек нуждались в госпитализации, а остальным врачи оказали амбулаторную помощь на месте и отпустили домой. По прогнозам синоптиков, до конца недели погода существенно не изменится. Это обусловлено областью относительно повышенного давления. Днем ожидается плюсовая температура, а ночью небольшие заморозки. Будет преимущественно без осадков, только в отдельные дни возможны небольшие осадки. И температурный режим будет ночью слабо отрицательной температуры, а днем ожидается слабо положительной температуры. Ну, днем где-то будет 0,5 тепла. Ночью и утром возможны туманы. На дорогах сохранится гололедица. Ухудшение погоды синоптики прогнозируют после 20 января. Что же касается народных прогнозов, то они говорят, что в день святителя Василия Великого 14 января, если с утра был туман, то жди хорошего урожая осенью. Если много звезд на небе, следует ожидать изобилие ягод летом. В прежние времена говорили, старый год к весне поворот. Если на Василия тепло и снег, лето будет теплым и дождливым. Несмотря на то, что большинство трасс с начала недели расчищены и открыты для движения транспорта, ЧП все же случаются. В Болградском районе помощь сотрудников обл. ГАИ понадобилась священнику и его несовершеннолетнему сыну. Их машина застряла в снежном плену. Автомобиль священнослужителя Ореховской православной церкви застрял на занесенной снегом автодороге между селами Красноармейская и Ореховка Болградского района. Госавтоинспекторы приняли срочные меры и освободили из снежного плена застрявший автомобиль, в котором кроме священника также находился его несовершеннолетний сын. Мальчик был доставлен сотрудниками обл. ГАИ по месту проживания. СБУ разыскивает подозреваемых в совершении теракта на железнодорожной станции «Застава-1». Приметы. На вид 30 лет, славянской внешности, рост 180 см, худощавого телосложения. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-синие узкие джинсы. Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефону 722-45-42, 736-91-34, 102 или обратиться в ближайшее отделение милиции. Одесские правоохранители разыскивают мужчину, причастного к взрыву на улице Жуковского. Напомним, инцидент произошел 23 декабря. Неизвестный возле здания, где находится штаб Совета общественной безопасности, бросил под припаркованный автомобиль «Москвич» взрыв-пакет. Мужчинам зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. ПГТ Черноморская лишилась базы отдыха Чебанка. Она сгорела. Крупный пожар произошел накануне в Коминтерновском районе. В ПГТ Черноморском горел деревянный корпус недействующей базы отдыха Чебанка. По данным прислужбы ГСЧС, на месте работало три единицы пожарно-спасательной техники. Однако строение площадью в 600 квадратных метров уничтожено полностью. По информации наших источников, база находилась недалеко от воинской части и принадлежала Министерству обороны. Источник сообщает, что на базе проживали военнослужащие из зоны АТО. Жертвы пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В Киевском районе оделся жестоко убита молодая девушка. Трагедия произошла в одном из домов, расположенном на проспекте Академика Глушко. Труп обнаружили соседи. Девушка скончалась от ножевых ранений шеи и грудной клетки. Выездом на место происшествия следственной оперативной группы было установлено, что девушка была убита, а также из-за ее квартиры пропали деньги и ценные вещи. Сотрудниками Киевского райотдела в ходе проведенных оперативных мероприятий и следственных действий было задержано три человека, два из которых оказались гражданами ближайшего государства, один гражданин Украины. Как оказалось, к жестокому убийству причастны родственники убитой девушки. Расследуя обстоятельства трагедии, правоохранители вышли на след 21-летней родственницы потерпевшей. Оказалось, что есть родной брат, которому срочно понадобились деньги. Женщина рассказала ему, что ее муж имеет состоятельных родственников и предложила их ограбить. Втроем преступники стали разрабатывать план обогащения и в один из дней решились на преступление. Ничего не подозревающая девушка пустила преступника в дом. Начал с ней говорить, она хотела закричать. Я ее порезал. Что забрали из квартиры? Там деньги, золото, видеотехника, камера и фотоаппарат. Она сказала, что убил. Что порезал горло. Чтобы не оставлять свидетелей, чтобы она потом не рассказала, что это я стучала в дверь, что из-за меня там ограбили. Всего преступники обогадились на сумму более 8,5 тысяч гривен. В настоящее время подозреваемые задержанные содержатся в Одесском следственном изоляторе. Экономический и политический кризис в Украине оказался на руку домушникам и уличным грабителям. Не доверяя банковской системе, граждане все чаще стали хранить свои сбережения дома. И, как следствие, уверены эксперты, увеличение количества имущественных краж, в том числе и в Одесском регионе. О том, как защитить свое жилье от грабителей, рассказал начальник управления Государственной службы охраны ГУМВД Украины в Одесской области Виталий Новиков. Панические настроения горожан, возникшие в результате обвала гривны и недоверия к банковской системе страны, привели к тому, что многие стали хранить деньги, что называется, за пазухой. Это в том числе спровоцировало рост квартирных краж, отмечают правоохранители. Однако уже в начале 2015 года этот показатель заметно снизился. С начала года я хочу сказать, я тоже каждое утро мы проверяем сводки, тоже осматриваем. То есть, в целом, благодаря тем оперативным действиям, тем усилениям, которые сейчас происходят по городу Одессы, в частности, практически были выведены все резервы, в том числе подключены и национальная гвардия. Максимальное количество людей было выведено. В целом, преступность за эти праздничные дни, она уменьшилась. И даже грабежи и кражи по улицам, они существенно уменьшились. Правоохранители отмечают, что жертвой домушника может стать любой человек, вне зависимости от материального благосостояния. Чтобы уберечь себя от квартирной кражи, следует соблюдать некоторые рекомендации. Не оставлять свое жилье без присмотра на длительное время. Оборудовать дверь надежным замком. А также не оставлять окна и форточки открытыми. Жильцам первых и последних этажей следует установить на окна железные решетки. Однако лучшим способом защиты в государственной службе охраны называют установку сигнализации. У нас, конкретно даже по городу Дисса, более 9 тысяч квартир под охраной. Я скажу, что я вижу огромную тенденцию в последнее время, особенно в последний год. В целом по области было принято больше 600 квартир только за один год. Люди идут и люди нам доверяют. Наличие сигнализации, уверен Виталий Новиков, как правило, отпугивает грабителей, особенно сезонных гастролеров. Тем более, что совершенствуется не только техническая часть охраны. Норматив прибытия патруля на объект с работавшей сигнализацией от 3 до 5 минут. Иконопись – особенный вид живописи. Изображая лики святых, художники пытаются вложить в творчество всю свою душу и способности. Вера, надежда и любовь именно под таким названием в Литературном музее прошла выставка молодой украинской художницы. Надежда Чернявская – молодая, талантливая художница, которая посвятила всю свою жизнь созданию живописных работ, посвященных природе, людям и человеческим чувствам. С раннего детства Надежда твердо определилась, что хочет стать частью культурного мира, где создаются красочные, глубокомысленные паотна. В жизни Надежды происходило много ярких событий, но лишь одно из них определило ее дальнейшее направление в живописи. Спускаюсь я как-то раз с лесов в церкви, и женщина очень странная ко мне подошла и попросила, чтобы я ей написала икону редкого святого, Нифонта Кипрского. И это послужило вот этим толчком, что я начала писать иконы уже для людей. И после этой иконы меня начали просить люди писать. Представленные на выставке иконы выполнены темперными красками. История использования темперных красок насчитывает более трех тысяч лет. Так, знаменитые росписи саркофагов древнеегипетских фараонов были выполнены именно ими. Работники музея делятся. Очень символично, что выставка иконописных работ проходит в рождественские святки. По словам Надежды Кореновской, это мероприятие стало возможным только благодаря поддержке общественности. Мы очень рады, что в Литературном музее в эти святовые дни, такие радостные и важные для всего христианского людства, для всего православного людства, отбывается эта выставка. Отбывается она за поддержкой интеллектуального форума Одессы. Интеллектуальный форум завжди поддерживает молодые таланты. Представленные работы рождают мысли о глубоком смысле бытия, делятся посетители выставки. Лики святых направили на нас свой взор и заглядывают нам в душу, делятся зрители. Сразу, когда заходишь на эту выставку, уже впечатление света, доброты. Не зря Надя открыла эту выставку во время святок, рождественских праздников. И хочу сказать, что и цвет, и сами работы очень красивые. И говорят как и о мастерстве художницы, так и о ее высоких душевных качествах. Такое двоякое немного ощущение, если сравнить вот эти довольно стандартные образы, иконы и работы самой художницы. Вот ее личные работы, они полны какой-то света, доброты какой-то, просто слегка даже наивной, но от этого теплой. Юная художница благодарна всем тем, кто помог ее работам увидеть свет. Я очень благодарна интеллектуальному форуму за содействие и помощь. Это очень хорошо, что есть такие организации, которые могут помочь художникам и вообще творческим людям, потому что мы нуждаемся в поддержке. Митрополитический хор Одесской епархии и хор «Авы-музыка» подарили одесситам и гостям города прекрасный концерт на Думской площади. Многие горожане с нетерпением ждали рождественские песнопения митрополитического хора Одесской епархии под регенством Михаила Маркева. Ведь заявлен концерт был еще на 8 января, но из-за сильных морозов был перенесен на 15. Одесситы искренне наслаждались божественными песнопениями. Многие говорили, что подобных светлых мероприятий очень не хватает в повседневной жизни. Я считаю, что вот такие бы выходы чаще были, чтобы с каждой приходской школы приходили и здесь пели. В летний период поют только, ну как, концертные арии. А было бы даже очень интересно, если бы и вот такие тоже выходы приходских школ были здесь на площади. Звучание музыки, божественная музыка, она всегда приятна. Тем более, в эти праздники, которые проходят в нашем городе везде, это очень хорошо. Так что всех с праздником и звучание камерных вот таких небольших хоров, это было бы очень неплохо. Как взрослые, так и дети не удержались и стали подпевать хору. Улыбка не сходила с лиц слушателей. В воздухе витал настоящий рождественский дух. Это же прекрасно. А настроение какое, а стимул какой. Вот я пришла, чувствовала себя не очень хорошо. А сейчас у меня такой стимул, такое настроение. И жить хочется, и петь хочется. Дети учат, дети сами поют. И после каникул ходят по классам, другого поздравляют. Очень здорово. Напомним, музыкальный коллектив Митрополитчего хора считается самым профессиональным в Украине. Истоки его создания ведут к основателю Одесской Южноукраинской хоровой школы, профессору Одесской консерватории Константину Пигрову. Все участники хора – выпускники музыкальной академии имени Неждановой. Многие из них в разное время были солистами оперной сцены. Профессионалы, люди высокого уровня, которые передают не только какой-то народный дух, но передают и именно высоту, высоту Одесской музыкальной школы, богатство голосов. Приятно слушать. Приятно слушать. И, конечно, этот хор, этот хор, город может им гордиться. В конце праздничного концерта горожане получили сладкие подарки от самого Деда Мороза. В завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. 2014 год выдался непростым во многих отношениях. Всех коснулась война на Донбассе и падение гривны. Кошельки украинцев заметно истощились, а вот цены, наоборот, продолжают расти. По данным статистики, только в Одесской области за год цены на товары и услуги выросли более чем на 27%. Не менее удручающая ситуация и в фармацевтической сфере. По данным статистики, за год лекарства подорожали почти на 50%. Цены увеличиваются на все препараты без исключения, вне зависимости от их производства. В течение недели цены растут очень значительно. Буквально, наверное, на некоторые товары даже процентов на 10 в течение недели. Яйца подорожали, крупы очень сильно подорожали. Рис сейчас стоит порядка 20 гривен, а до этого он стоил чуть больше 10. Хлеб подорожал. Черный хлеб, обыкновенный черный батон 5 гривен у нас стоит. Мясо уже под 90 подходит. Мясо значительно подорожало. Очень кусается. На что кусается? На все абсолютно. От давления, от этого самого мужа, от сердца нужно. И брату нужно от легких. Такие цены, что не докупишься ничего. И с каждой неделей все больше и больше и больше. Приходила, брала, вот в августе брала препарат от давления. Стоил 74 гривны. Сейчас 234. Не его пить до конца дней. Ежедневно. Вы в этом году болели, трое человек, да? Муж, жена и ребенок. Тысяча гривен ушло. Ну, обычно просто на трех человек. Экономический и политический кризис в Украине оказался на руку домушникам и уличным грабителям. Не доверяя банковской системе, граждане все чаще стали хранить свои сбережения дома, что повлекло за собой увеличение количества имущественных краж, в том числе и в Одесском регионе. О том, как лучше всего защитить свое жилье от грабителей, рассказал начальник управления Государственной службы охраны ГУМВД Украины в Одесской области Виталий Новиков. С начала года я хочу сказать, я тоже каждое утро мы проверяем сводки, тоже осматриваем. То есть, в целом, благодаря тем оперативным действиям, тем усилениям, которые сейчас происходят по городу Одессы, в частности, практически были выведены все резервы, в том числе подключены и Национальная гвардия, максимальное количество людей было выведено. В целом, преступность за эти праздничные дни, она уменьшилась. И даже грабежи и кражи по улицам, они существенно уменьшились. Митрополитчий хор Одесской епархии, хор АВ музыка подарили одесситам и гостям города прекрасный концерт на Думской площади. Это же прекрасно, а настроение какое, а стимул какой. Вот я пришла, чувствовала себя не очень хорошо, а сейчас у меня такой стимул, такое настроение, и жить хочется, и петь хочется. Дети учат, дети сами поют, и после каникул ходят по классам, другого поздравляют, очень здорово. Профессионалы, люди высокого уровня, которые передают не только какой-то народный дух, но и передают и именно высоту, высоту Одесской музыкальной школы, богатство голосов. Приятно слушать, приятно слушать. И, конечно, этот хор, город может им гордиться. Иконопись – особый вид живописи. Изображая лики святых, художники пытаются вложить в творчество всю свою душу и способности. Вера, надежда и любовь. Именно под таким названием в Литературном музее прошла выставка молодой украинской художницы. В ее жизни происходило много ярких событий, но лишь одно из них определило ее дальнейшее направление в живописи. Спускаюсь я как-то раз с лесов в церкви, и женщина очень странная ко мне подошла и попросила, чтобы я ей написала икону. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках.